Вчера Украина праздновала свою независимость. К сожалению, я не смог выйти вчера в YouTube, поэтому надеюсь, что вы все выходные будете еще праздновать. Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям. Это очень важный день для всех друзей Украины и всех своих подписчиков, случайных зрителей, тех, кто симпатизирует этой стране. И от всей души поздравляю с 28-летним днем независимости этой небольшой, но отважной страны, которой не посчастливилось находиться рядом с соседями, с такой страной, как Россия. Ничего не поделаешь. Соседей часто очень трудно сменить. Вот я сейчас, например, тоже с недавних пор имею соседей, с которыми мне приходится мириться, несмотря на то, что очень сильно мне не нравится их поведение, а им может быть мое. Но вот я пришел к выводу, к такому, что да, ничто не поделаешь, люди купили дом, и теперь мне придется годы проживать с ними рядом, или как-то воевать, или как-то мириться. Поэтому я понимаю вполне Украину, которая никуда не может сбежать от такого испокойного соседа. Но интересно, что со временем сбываются мои собственные предсказания. Вообще очень много моих предсказаний сбывается, как ни странно. И одно из них было сказано много лет назад, когда я говорил, подождите, ребята, еще начнутся времена, когда россияне будут с удовольствием эмигрировать в Украину. Тогда надо мной смеялись, многие еще до сих пор. Но, тем не менее, я считаю, что Украина как раз-таки очень скоро станет одной из самых излюбленных целей в этом смысле. Потому что я столкнулся с тем, что большинство людей, кто пишет мне об эмиграции, пишут в основном о том, что у них нет знания языка, что им тяжело дается язык, а язык как раз становится самой главной приконой в этом деле. И, собственно говоря, люди, кто хорошо владеет английским языком, хорошо владеет немецким, то они ко мне, наверное, и не обращаются, потому что они сами прекрасно ориентируются в современном мире, сами могут перевести себе любые документы, сами найти себе работу. И такие люди, естественно, в дополнительной помощи не нуждаются. Люди же, у которых плохо с языком, вот им приходится искать каких-то посредников. А Украина все еще страна, где проживает очень много этнических русских, и Украина все еще страна, где есть русский язык. Поэтому со временем, действительно, когда экономическая ситуация изменится, а она уже сейчас меняется в лучшую сторону, Это будет обозначать, что очень многие люди вдруг неожиданно обнаружат в себе желанные украинские корни, или, например, окончание своей фамилии Нако, или там сгиба Пашута и так далее, и вдруг им захочется подальше от своей замечательной родины. Как и, естественно, очень большой плюс, что, будучи гражданином Украины, ты пользуешься правами без виза, соответственно, можешь в любую европейскую страну приехать, по крайней мере, не задумываясь о визе на 180 дней, и попытаться найти там работу. Это облегчает жизнь. Ну, а что касается независимости и вашего праздника, я хотел бы прочитать замечательное стихотворение Андрея Орлуши. В этом стихотворении как раз отражено вот это мое настроение, и, по всей видимости, оно не только у меня, но и даже у такого известного автора. Стихотворение как раз об этом, что человек из России мечтает жить в Украине. Посчитает кто-то немыслимой фразу, что говорю я ныне, я завидую независимым, я мечтаю жить в Украине. Украинец скажет, куда ты, твой имперский мозг, стаеросов, но я правду хочу, ребята, в Киев, в Юково или в Косово. Хоть зависимость от империи трудно выбить, она из детства, но от Путиных и от Берии я сбегу в страну по соседству. Да, язык мне дала Россия рифмой верен русскому слову, али все ж таки, Энадия, я помалу и бачу могу. Помогают пластинки старые, мегафонное обучение, семеричка, гнатюк, ротару, что советские, тем не менее. Чем еще вышибать от Сова из головушки русско-царская, напишу стишок про Севцова, посмотрю АТР татарская, вспомню Аиста над Карпатами. Бост, что тиской водою точится, и внезапно мне вот тогда-то мне независимым быть захочется. Чтоб, прошу дослушать внимательно, не зависеть ни от кого и ругать Порошенко матерно, но по праву, как своего, чтоб, надев вышиванку летнюю, без шипения предатель в спину, отмечать 28-летие независимой Украины. От наследника странногенного Святослава Ичингисхана поздравления. Ты офигенная! С днем рождения тебя, Кохана!